Нам нужно научиться зарабатывать на торговле несырьевыми товарами, причем зарабатывать столько, сколько требуется и для нашего внутреннего развития, и для решения социальных задач. Должны быть эффективные инструменты, которые бы позволяли справляться с этими сложностями. Должна быть экспортная среда мирового уровня. Курс, который реализуют сегодня наши экономические ведомства вместе с Центральным банком, это, по сути, те мифологии Кудрина, о которых он говорил. То есть они строятся на той же идейной основе. Это вашингтонский консенсус, это отказ от целенаправленного регулирования экономического развития, от стимулирования инвестиционного форсажа для выхода экономики на устойчивую траекторию роста. То есть это как бы авось, нам удастся как-то оживиться. То есть это все одно и то же. Понимаете, программа Кудрина, программа правительства, Центральный банк имеет одну и ту же методологическую основу вашингтонского консенсуса. И я вспоминаю заседание экономсовета, последнего, вокруг которого было много дискуссий. Там было представлено два доклада. Один министр экономики, другой господин Кудрина, который мы пригласили. Он так и не пришел, к сожалению, как я вас предупреждал. Так вот, это была одна и та же программа. Я даже ее называл программой 2А двух Алексеев. Потому что в основе и той, и другой программы были рекомендации МВФ. Как раз мы собирались год назад. Год назад миссия МВФ закончила работу. И за два дня до этого мероприятия МВФ опубликовал свои рекомендации для России. И в этом смысле и та, и другая программа, по сути, были перепьевом этих рекомендаций. Поэтому источник и у Кудрина, и у правительства, и у Центрального банка – это Вашингтонские международные финансовые организации. Для которых наши проблемы экономического роста вообще не волнуют. Их вообще не волнует, будет ли у нас экономический рост. Их волнует, чтобы Россия оставалась в зависимом от них положении. Чтобы российская финансовая система была открыта для свободного движения западного капитала. Чтобы мы не препятствовали реализации их планов по освоению нашего экономического пространства. А это как раз лучший способ не дать нам, точнее, будиться того, чтобы мы не увеличивали свой кредит. Чтобы мы не создавали свои деньги. Если мы не создаем свои деньги, значит наша экономика работает на иностранных деньгах. Замечу, что перед крахом 2008 года три четверти денежной базы России было сформировано под покупку иностранной валюты. То есть фактически наша денежная система является при такой политике придатком американской и европейской. Это означает, что наша экономика движется туда, куда нужно нашим западным партнерам. Именно они заказывают музыку, потому что от них приходят деньги, которые мы сами не хотим создавать для себя. В отличие от опыта Китая, который сам создает деньги, обеспечивает за счет этого колоссальный рост инвестиций, о чем мы говорили, и устойчиво развиваться. Но я так понимаю, что не только Китай использует такие модели, но и та же Индия. Да, я вам скажу, что США использует тот же самый подход, я упомянул Гамильтона в прошлой передаче. Собственно говоря, фиат на деньги, инструмент финансирования инвестиций, который государство само создает в разумных пределах, управляя этим процессом, обеспечивает солевое использование создаваемых или имитируемых кредитных ресурсов только для инвестиционных целей, это американское экономическое чудо 19 века, российское экономическое чудо конца 19-го, начала 20-го века, экономическое чудо Советского Союза и, наконец, азиатские тигры. И восстановление послевоенной Европы. Финансирование этих гигантских капитальных вложений шло за счет создания фиатных, необеспеченных денег, которые создавались под нужды роста производства. То есть это неоднократно уже апробированные модели.